Подготовлено клубом перевод всем. Этот урок посвящен экспорту разработанного дерева из программы Speed 3. Сейчас работать будем с высокополигональной версией. Если вы что-то не хотите экспортировать, например, колодец или камень, то самый простой способ просто-напросто удалить эти элементы, экспортировать без них. Итак, для экспорта идем в меню File, Export Mesh, выскочит диалог. Вначале нам предложат дать название файла. В общем, все как обычно. Назовем Hero 3, так дерево называется. Ряд форматов. Рассмотрим FBX. Довольно распространенный формат, много программ его понимает. Save. И вот тут выскакивает еще один дополнительный диалог с различными настройками. Почти все их можно не трогать, оставить по умолчанию. Единственное важное здесь это Units. То есть единицы измерения нужно выставлять, ну или желательно выставлять в соответствии с тем, какие единицы измерения в конечном приложении, в которое вы экспортируете. Собственно, пресеты имеются 3D Max, 3D Max Mental Ray, 3D Max V-Ray. Если кто знает, Mental Ray V-Ray это движки рендера. Пресеты для чего существуют? Вот мы выбираем, допустим, для V-Ray, а затем уже с помощью скрипта в Max импортируется геометрия дерева и настраиваются там определенные шейдеры нужным образом. Нажимаем ОК, некоторое время должно пройти, которое зависит от мощности вашей системы, потому что происходит некоторая подготовка. Вот уже процесс закончен и мы готовы переключиться в 3D Max, в который импортируем с помощью скрипта разработанное дерево. Тут есть тестовая сценка, очень простенькое освещение, земля, запускаем скрипт, Max Script, Run Script. Довольно важно указать, что скрипт находится именно в программе Speed3, Program File Speed3, но смотря куда вы ее установили, здесь скрипт 3D Max и имеются два скрипта. Названия их сами себя объясняют, один FBX, который нам как раз нужен, Open, скрипт открылся, его еще нужно использовать. Speed3, оставляем, наверное, здесь все по умолчанию и нажмем Import FBX for V-Ray, импортировать FBX файл для V-Ray. Мы же экспортировали для V-Ray, а теперь нужную опцию выставляем. Здесь опять же множество настроек, как это принято в 3D Max, но их чаще всего можно оставлять по умолчанию. Опять же, некоторое время проходит, в зависимости от мощности системы, и дерево загружается. Как видим, к дереву сразу же применен должный материал, если его повнимательнее изучить, это окажется мультиматериалом, то есть материал, который применяется по разному, в виде разных материалов на отдельные участки геометрии. На ствол один, на листья другой, ну а результат такой, который должен быть отрендерим, посмотрим, что же получается в результате. Отличная визуализация, кроме разве что вот этих фронтов, нашлепок. С ними произошел небольшой глюк. Я уже знаю, в чем он состоит. Тут дважды применена карта нормалей на материал Branches, который отвечает за фронты. И одну из них надо просто убрать. Видимо, настройки по умолчанию мы все время выставляли, а надо было там что-то поискать, но не страшно. Тут вот еще Vertex Color участвует. Отключим, исправим ошибку, запустим рендер, визуализацию еще раз. Должно быть все в порядке. Действительно, этот глюк ушел. Фронты визуализируются так, как и должно. Но, таким образом, смотрите, очень быстро, буквально там одна небольшая зацепочка, но очень быстро экспортировалось дерево и вполне работает. На этом курс заканчивается. Еще раз хочу отметить, что программа Speed 3 обладает невероятно мощными возможностями по формированию любых деревьев, которые вы только захотите. Ну а кроме этих возможностей, очень удобный экспорт, можно быстро и легко применять вариации. Я очень рад был представить вам этот курс и эту замечательную программу. Надеюсь, он вам окажется полезен. Также надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Продолжение следует...